Теперь, как вернуть женщину? Это не работает, вот эта вот беседа близкая не работает с женщиной. Есть только один способ. Хороший, крепкий, такой верный способ. Но она не должна знать, что вы являетесь инициатором этого способа. У каждой женщины есть люди, которым она сильно верит. У каждой женщины. Такого не может быть, чтобы не было такого человека. Чаще всего это не муж. Потому что муж верит сложно, как головняк. А другой человек всегда лучше, чем мой мужик. Женщина иногда верит подружкам, иногда старшим родителям верит, иногда какому-нибудь лектору. И надо найти, кому она верит обязательно. И если невзначай, не от вас это исходит, а этот человек ей скажет, что тебе надо перестать гулять от мужа, все, она перестанет. Сто процентов. Она приложит все силы для того, чтобы это сделать. Потому что женщина всегда выбирает веру, а не грех. Если она имеет дело с теми, кто является носителем ее истины. Поэтому женщина через звук всегда меняет свою жизнь. Она когда услышит от того, кому она верит в правду, она сразу разрушает все проблемы. У кого из вас, женщины, были ситуации такие греховные в жизни, вы услышали на лекции и сразу все решили без проблем? Он, видите, вот женщины поднимает. Это так устроена психика у женщины. Мужчина нужна близкая беседа. С женой, когда у нее теплые чувства мужчины идут, он возвращается в семью. Через беседу с ним можно так обращаться, общаться. И он не будет, как бы, он не будет хотеть с вами общаться, он будет уворачиваться. Но если вы откроете ему сердце, все, с этого момента он ваш. С кем мужчина близкую беседу ведет, тому он и принадлежит. А не тому, кто красивее, как женщинам кажется. Поэтому никогда не упускайте эту возможность. Всегда старайтесь близко общаться с мужем. Открывайте ему свое сердце, показывайте ему примеры. Мужчина сам сердце открывать не будет. Ему надо подходить и открывать ему, говорить искренние слова. И он, может, сам не будет искренние слова говорить, но он будет искренне настраиваться в это время. Он будет вашим человеком в этом случае. Молитва. Измена — это труднопреодолимая карма. Человек думает всегда, когда измена происходит, он думает, я с этим человеком жить не могу, потому что он грязный. У него как бы грязь, от него грязь исходит. Это факт. Но поймите, что мы же до этого с другими людьми жили. Мы вообще в других телах были до этого, вообще в других семье. У нас все было другое. Некоторые, кстати, за это ревнуют, за прошлое. Нужна молитва, нужно строить отношения с Богом и проститься само в сердце просто. Когда вы эту грязь сожжете, это ваша грязь, то есть вы из прошлого получили такое наказание. Когда вы его сожжете, то он по-другому начнет к вам себя вести. И вы увидите, он искупит свою вину обязательно, близкий человек, со временем. Вот вера в это дает возможность простить. Но прощение само приходит, когда вы с Богом отношения строите. Когда есть непреодолимая карма, только Бог может помочь. Если вы молитесь, 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 оно само оп и простило. Так раз, и все. А так вот заставить себя простить невозможно. Это невозможно. Нет смысла этим даже заниматься.